Губернатор Приморского края Олег Кожемяка проверил готовность пунктов санитарной обработки общественного транспорта во Владивостоке. 28 таких пунктов начнут с 8 апреля проводить ежедневную дезинфекцию общественного транспорта нашего города, то есть городских автобусов и такси. Основная работа это связано с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Основная у нас сейчас задача это подготовить и проводить определенную работу, связанную с дезинфекцией транспортных средств. Для контроля процесса дезинфекции разработали специальное мобильное приложение. Доступ к нему будет только у сотрудников пунктов санитарной обработки и представителей госавтоинспекции. В единой базе данных будет храниться история каждого автомобиля. При желании сотрудник автоинспекции сможет открыть ее и просмотреть. Если выяснится, что машина не подвергалась санитарной обработке в последние 24 часа, перевозчика привлекут к административной ответственности. Тот человек в пункте санобработки будет фотографировать номер автомобиля, этот номер будет попадать в единую базу. А далее сотрудник ГИБДД тоже будет иметь свое приложение, через которое он может проверить по номеру автомобиля, проходил это транспортное средство санобработки или нет. Когда проходил, в каком месте. Поэтому такая система делается для контроля. Весь общественный транспорт и такси должны проходить раз в сутки. Первые пункты санитарной обработки начнут работать во всех крупных городах Приморья. Позже этот опыт планируется распространить на все муниципалитеты края. Если сейчас проводимая работа ориентирована на автобусы и такси, позже санобработку станут осуществлять также и для служебного транспорта. Мы сейчас готовим списки предприятий. Генеральные директора готовят номера тех транспортных средств, которые обслуживают предприятия. У нас есть такие предприятия. Это и порты наши, это и рыбодобывающие предприятия, это и предприятия, кто занимается контейнером, перевозками. Это, конечно, не остановишь. Это работа дорожно-строительной отрасли, предприятия сельского хозяйства. Мы начнем второй этап, когда мы можем уже смотреть, машина находится, особенно транспортное средство, большегрузное или контейнеровоз с разрешением или без разрешения, что она делает в городе. Как отмечают сами перевозчики, инициативу по санитарной обработке общественного транспорта можно только приветствовать. Естественно, пункты обработки очень нужны, потому как здесь будет контролироваться сам процесс дезинфекции, а также средства, которые утверждены Роспотребнадзором. Поэтому, считаю, естественно, это нужно. Граждане, которые захотят провести дезинфекцию в личном автомобиле, могут обратиться на обычную автомойку. Многие из них сейчас не только чистят интерьер и экстерьер машины, но и проводят обработку антисептика. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов. Новости на Восьмом.